Уважаемые коллеги, дамы и господа, на этой неделе в Астане пройдут мероприятия, где будут обсуждаться вопросы по дальнейшему развитию программы партнерства «Зелёный мост». А именно, 13 ноября в Астане состоится международная конференция «Зелёный мост» – платформа партнерства для передовых практик и инноваций. И 14 ноября пройдёт первый международный молодёжный форум «Гринбридж» – площадка инновационных возможностей. Более подробно о том, как осуществляется переход к «Зелёной экономике», расскажут специально приглашённые гости. Позвольте представить. Директор департамента «Зелёной экономики» Министерства энергетики Республики Казахстан Бекфирюген Зусимбаил Кирей, председатель правления Организации юридических лиц Коалиции за зелёную экономику и развитие G-Global Сатанат Тимирковна Рихимбекова. А также к нам позже присоединится ещё один спекер – исполнительный директор Организации юридических лиц Альянса волонтёров Казахстана Нурлан Кузимбаевич Досумов. Дорога пожаловать, гости, гости, қош келдіңіздер құрметті. Онықтар және де бірніші үскезегі бекперген дүсен байлы беруге рухсат етіңіздер. Онықтар және де бірнішіңіздер. Онықтар және де бірнішіңіздер. Продолжение следует... 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 которые ближайшие 30 лет будут перед нашими странами. И сегодня Казахстан опять выступает в авангарде этих инициатив, как в свое время выпустил или инициировал эту же программу партнерства «Зеленый мост», программу глобальной энергоэкологической стратегии, выставки «Экспо-2017». На выставке «Экспо-2017» с темой энергии будущего все-таки должны быть максимально презентованы зеленые технологии, способствующие решать те задачи, о которых я выше сказала, которые более того обозначены на столь авторитетных площадках ООН. А это значит, что страны, а мы сегодня знаем, что ООН входит в все 200 стран, 100 из которых как минимум будут на нашей площадке на «Экспо-17», и которые вместе с нами на теоретических площадках будут сегодня организованы очень много конференций и форумов в 2017 году. А где эти площадки на сегодня интегрировать? Где об этом выстраивать диалог? Безусловно, до 2017 года должны пройти ряд международных конференций. Так вот, предстоящая конференция 13-14 по развитию программы партнерства «Зеленый мост» – это очень важные инициативы и страницы. Хочу отметить, что именно 14-го состоится первый международный молодежный форум, о чем скажет мой коллега. То есть мы сегодня интегрируем вокруг этой программы не только госорганы, поддержка которых безусловна, неправительственный сектор, бизнес-структуры, но и, конечно же, вовлекать молодежь в озеленение экономики. Это очень важное направление. И поэтому в эти предстоящие два дня, куда впервые, наравне с госорганами, приезжают представители неправительственных секторов и бизнеса, и на которые мы будем обсуждать понятие, и на которые мы будем обсуждать дальнейшее развитие международной организации. В преддверии этого форума была организована казахстанская инициатива, поддержанная международными нашими партнерами, создание международной организации «Грин Бридж». Так вот, на этой площадке мы планируем обсудить принципы, концепции развития этой организации, ближайшие планы по реализации каких именно проектов, связанных или направленных на озеленение экономик, будут в наших странах стартуют и будут продвинуты. Хочу отметить, что Казахстан, конечно, благодаря тому, что 4 сентября при поддержке государств и госорганов неправительственным сектором буквально в 45 километрах от остатков, был открыт международный, вернее, центр зеленых технологий, где на сегодня работают 15 технологий, об этом не раз на этой высокой трибуне была информация. Так вот, вот именно этот опыт очень интересен нашим коллегам зарубежным. Они также хотят на этой площадке выставлять свои зарубежные технологии. Уже ряд зарубежных технологий на этой площадке выставлены, и это получается самоорганизованная такая площадка, на которой идет демонстрация зеленых технологий, изучая которых можно тиражировать в бизнесе. И поэтому мы предполагаем, что после нашей международной конференции, безусловно, огромный акцент на то, что демо такие участки, на которых применяются, привлекаются, внедряются, опыты которых тиражируются, результаты, станет такой эффективной площадкой не только для казахстанского бизнеса, но и международного, стремящегося строить зеленый бизнес. Поэтому также будут приняты обращения по поддержке общественной инициативы программы «Партнерство Зеленый Мост», будет принято обращение, будет принята декларация программы «Партнерство Зеленый Мост», будут подписаны хартии, к нашей хартии сегодня присоединяются ряд других общественных организаций и бизнес-структуры, которые напрямую будут влиять в концепцию принимаемой декларации Парижской в 2015 году странами, в которой, безусловно, огромный акцент, насколько общественности стран будут поддерживать инициативы и обязательства глав государств, которые принимают по снижению выбросов СО2, которые напрямую влияют на изменение климата. Хочу еще раз подчеркнуть, вопрос изменения климата является основным трендом борьбы, с изменением климата основным трендом современности. Спасибо. Альянс волонтеров Казахстана объединил все передовые молодежные и общественные организации для консолидации общих усилий по развитию добровольства в нашей стране. Мы хотим из волонтерства сделать тренд через личностное развитие, через патриотизм, через духовное, интеллектуальное, физическое развитие, через зеленое мышление. И поэтому мы организовали множество интересных мероприятий, которые вы, кстати, можете увидеть на нашем сайте экспо 2017-волонтер.орг. Заходите, смотрите. Кстати, с пользой случаем хочу вас пригласить на международный молодежный форум Green Bridge, который состоится 14 ноября в Яну. Будет очень интересная площадка дискуссионная, так что я пользуясь случаем вас сюда приглашаю. Как видите, значит, кстати, еще мы делаем мероприятия такие, как интеллектуальные вечеринки. Альянс волонтеров Казахстана планирует провести впервые вечер казахского вальса, который пройдет 11 декабря этого года. Как видите, наша деятельность Альянса волонтеров Казахстана полностью созвучна со словами нашего президента о том, что кроме выставки Экспо-2017 нам нужно показать наше главное богатство. Это наша культура, это наших людей, это наше искусство. И во многом это будет зависеть от наших волонтеров и супервайзеров, которые будут работать на этой выставке. И важным шагом для нас стало подписание соглашения с национальной компанией. Принимаем заявки для тех, кто хочет стать волонтером Экспо-2017. Также в рамках этого мы провели отбор 150 супервайзеров, которые будут координировать деятельность волонтеров на международной выставке. Всего у волонтеров у нас будет 3000 человек. Ползары тысячи из них будет из регионов, причем откуда уже сейчас поступает множество заявок. То есть, как видите, благодаря такому большому национальному проекту молодежь Казахстана объединяется вокруг такого большого мирового события. И это действительно очень-очень нас вдохновляет. И в поддержку предстоящей выставки Экспо-2017 мы организовали республиканскую акцию «Моя страна, мое Экспо», где любой желающий, любой гражданин Казахстана может стать участником так называемого «Народного Экспо». Заснять 15-секундный видеоролик о зеленых технологиях, о возобновляемых источниках энергии, используемых на предприятиях, о быту, в хозяйстве, и поделиться это с другими людьми, и это будет очень интересно. Победители будут также награждены хорошим денежным призом. Мне очень приятно, что Казахстан движется на пути к зеленой экономике, и поэтому Альянс волонтеров Казахстана будет полностью включаться в этот тренд. И мы сейчас анонсировали такие проекты, как конкурс зеленых проектов «Water in AU», поддержка предпринимательства среди сельской молодежи «Инвесты на AU», а также программу и конкурс по развитию устойчивых городов «Грин-Сити». Все эти мероприятия, все эти конкурсы будут подробно презентованы, опять же, на нашем Международном молодежном форуме «Грин-Бридж», куда я ее еще раз приглашаю. И в завершении своих слов хочу сказать, что благодаря зеленым инициативам нашего президента, благодаря Экспо-2017 у нас появился великий шанс сформировать новое поколение с зеленым мышлением, открытым миру и волонтерским духом. И давайте мы это сделаем вместе. Спасибо. Благодарю вас, уважаемые гости. Пожалуйста, уважаемые коллеги, сейчас вы можете задать вопросы нашим гостям по теме пресс-конференции. Пожалуйста. Первый вопрос. Санара Танаркулова, Стратегия 2050. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Как развиваются зеленые технологии в мире? И можете сравнить развитие в данном направлении именно в Казахстане? То есть сделать небольшой срез, анализ такой. Спасибо. Спасибо, да. На сегодня мы, если возьмем энергетику, то, конечно, около 80%... Доля возобновляемой энергетики в мире очень мало на сегодня. И поэтому сегодня инициативы на то, чтобы увеличить эту долю, и это является одним из тем по борьбе с изменением климата. Японии. Новые солнечные панели, коллектора, новые модификации, вопросы сохранения энергии. Сегодня создание нового поколения аккумуляторов, чтобы можно было сохранять энергию, хранить там не только неделю, месяц, годы. Это задача, над чем работают ученые. И на сегодня, когда мы в сентябре прошлого, вернее, в октябре прошлого года объявили конкурс онлайн-экспо и по тематике возобновляемая энергетика, чистые технологии в традиционной энергетике, нам подали около 600 заявок наши ученые-инноваторы. Сегодня и в Казахстане творят на эти темы и работают над этими технологиями. Технологии, позволяющие получать энергию, как мы говорим, ниоткуда. То есть получать энергию из воды – это одно из таких важнейших на сегодня направлений в развитии инновации. Получение вечного двигателя, развитие двигателя стирлинга и так далее. Над этими направлениями работает сегодня весь мир. Итак, Экспо-2017 – одна из ее главных задач на площадке, на выставке, чтобы были выставлены все эти технологии, которые будут способствовать увеличению доли возобновляемой энергетики. И сегодня нашу тему поддерживают эти площадки ООН, как устойчивая энергетика для всех, в рамках которой стоит задача увеличить долю возобновляемой энергетики в мире до 2020 года на 30%. Сегодня меньше 10 нет. Значит, а для того, чтобы эти задачи достичь, очень важно, как я сказала, акцент участия в этих проектах бизнеса, чтобы бизнес его применял. И поэтому при устойчивой энергетике для всех создан консультативный совет, куда вошли все руководители ведущих банков мира – Всемирный банк, Европейский банк, Азиатский банк и ведущие бизнес-компании. По этой аналогии мы предлагаем при партнерстве «Зеленый мост» создать такой же консультативный совет, пригласить туда банкиров, которые у нас творят в Казахстане, в том числе, для того, чтобы можно было те технологии, которые мы выявили в рамках онлайн-экспо, которые требуют дальнейших вложений, получения опытного образца, промышленных образцов. Для этого можно было бы интегрировать интересы бизнеса и науки, и в итоге получить те технологии, которые позволят нам увеличить долю возобновляемой энергетики. Благодарим вас за ответ. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...